Доброе утро! Неожиданное название. И сразу первый вопрос. А почему не Павел? Ну, наверное, вы меня поставили в тупик своим вопросом. Вдруг так сначала само. Да, так вот сразу и в тупик. Переходим ко второму вопросу из тупика. В голову Павел. Павел, я когда несколько лет назад оказалась в Петербурге на вашем концерте, была очень удивлена, потому что услышала полноценный рок выступления, соответственно, вашей группы. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вас все-таки воспринимают как рок-исполнители или ваше поп-прошлое, то есть группа Корни все равно дает о себе знать? Как вы сами чувствуете? Как вас люди воспринимают? Ну, я думаю, что большинство меня по-прежнему, конечно, воспринимает как бывшего солиста группы Корни. Вот тот кучерявый из Корней. Тот симпатичный кучерявый, говорят обычно. Ну, это девочки, а мальчики говорят просто кучерявый. Просто тот кучерявый, еще когда-то картавый, можно так. О, да, мы помним. Я теряю корни. Вот видите, вы посмотрите. Да, кстати, Паша, а вот интересно. Вот интересное замечание. Смотрите, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот вы пели об этом. Я теряю корни. И вы потеряли корни. Все. Вот о чем вы сейчас поете? Как называется ваша песня? Давайте попрогнозируем вашу жизнь в ближайшие три года. Как называется ваша песня? А что, одна, что ли? Ну, у меня достаточно много песен. Вам какую из них? Ну, вот самая хитовая, которая сейчас у вас. Любимая ваша. Пускай будет «Виды». «Виды». Тут я... Да, тут понимаешь, да? Тут гадалка сломалась. Тут нужен глоба, да. Тут у Рябухина не получилось никак. Павел, я... Я могу вас поставить в тупик. Я вот хотел бы от... Вообще, вы понимаете, мы с вами тут болтаем, вам на самолеты и в Питер сегодня, потому что сегодня и еще через несколько дней у вас в Питере разные выходы на сцену. И они не везде связаны, так сказать, с пением, насколько я понимаю. Ведь не зря вы в детстве мечтали выйти на театральную сцену, а не на эстрадную. Сбылось несколько лет назад. И расскажите мне, пожалуйста, про один из проектов Веры Полоскова «Короткий метр». Как получилось? Вы встретились с Верой? Вы очаровались ее поэзией? Или ею самой? На самом деле, с Верой мы уже достаточно давно знакомы. Я уже несколько лет играю в одном московском театре. И там, так мне посчастливилось играть в спектакли по ее стихам в том числе. И потом, это уже, наверное, третий спектакль по веренным стихам, в котором я участвую. И вот мы в этот раз везем его в Петербург. 22-го числа, правда, мы будем его играть, а сегодня вечером я буду играть спектакль другой под названием «Кольтес». Это тоже мой, один из самых любимых спектаклей. Такой очень сложный французский автор, один из родоначальников новой драмы, Бернар Мари Кольтес, который уже скончался в 89-м, по-моему, году, если я не ошибаюсь. Но дело его живет вместе с нами. Давайте узнаем, как не бояться темноты, и продолжим. Павел, а вы в детстве боялись темноты? Я, вы знаете, наверное, темноты не то чтобы... Нет, темноты я не боялся. Я боялся, очень боялся клоунов. После просмотра фильма по книге Стивена Кинга «Оно», я с ума сходил, как боялся клоунов, и не мог спать даже при включенном свете некоторое время. А вокруг клоуны были все время? Казались. А, коза беречь. Но там настолько яркий, страшный персонаж с этими острыми зубами, клоун, который, мне казалось, что он выпрыгнет из любого сейчас места. Да, это, в общем, какой-то ужасающий... Скажите, а есть какой-то пришедший или, так сказать, и сохраненный, ведь все у нас говорят из детства, да? Какой-то, какой-то... Ну, я имею в виду именно такой страх, как темноты, резких звуков. Страшок такой. Ну, да, вот именно что-то такое, что сохранилось по сей день. Или клоун так и сидит? Да нет, мне кажется, так как человек каждые 7 лет вроде бы у нас клетки обновляются, и от страхов вроде бы как я избавился. Я что-то не любил есть в детстве. Сейчас ем все. Павел Артемьевич, перед тем, как мы посмотрим видео, я хочу спросить, а вы когда... Вы первый раз, когда вышли на сцену, вы уже сцену не боялись? Или вы побаивались? Вот, нет, я дико боялся сцены. На самом деле, когда я в Гнесинке выходил сдавать зачеты, это всегда у нас происходило на сцене, любой зачет, и у меня тряслись коленки. Это было жутчайшее для меня испытание. Я просто сам не знаю, куда это все подевалось. Сейчас мы вам покажем небольшой отрывок из... Сейчас мы вам покажем небольшой отрывок из спектакля «Жара», и вот там видно как раз только вашу верхнюю половину. Не видно, как коленки. Но не видно, как трясутся коленки, посмотрите. Поэтому вы не смейте верещать. И блеять не смейте. Потому что вам нравится быть овцами, и нравится, что от вас ничего не зависит. Вот такой короткий фрагмент. Паш, вот здесь тоже трясутся коленки, или все в порядке? Здесь уже коленки не трясутся, да. Но это короткий фрагмент, по нему, конечно, непонятно, что там будет дальше. Скажите, пожалуйста, Павел, а трудно было убедить, так сказать, окружающих, иногда партнеров, может быть, даже по сцене, в том, что вы... Вот мы говорим, опять же, о вашей многогранности. Что вы и так можете, и петь можете по-разному. Да еще и драматический актер. А не просто певец, который вышел с текстом. Ну, на самом деле, я думаю, что мне придется это доказывать в первую очередь самому себе всю жизнь. И этот путь никогда не остановится. И всегда придется бороться с какими-то клише, которые... Так уж получается, что мы себя обвешиваем какими-то ярлыками всегда. И потом приходится от каких-то из них избавляться. И этот путь достаточно тернист. Павел, сейчас у нас будет рубрика, которая вам будет весьма любопытна, как любителю и хорошей поэзии, и вообще ценителю хорошей литературы. Павел Артемьев в нашей московской студии. И что-то мне подсказывает, что Павел, несмотря на свой напряженный график, успевает читать и читает по-прежнему бумажные книги, а не электронные. Я права, Павел? Вы знаете, я вас не хочу разочаровывать. Неужели? К сожалению. Я читаю, конечно, по возможности. Я прочитал недавно... Это по работе больше такая... По актерскому мастерству книга Ивана Чабок. Такой есть преподаватель по актерскому мастерству. Но, конечно, я тоже стал жертвой социальных сетей. И очень много времени провожу там. Но неужели, неужели никакая книга не лежит у изголовья кровати на тумбочке? Очень много книг лежит у изголовья кровати. И таким немым укором на меня смотрится. Я посмотрел в ВКонтакте фотографии. Вы побывали в Лос-Анджелесе, много там фоток. Что мне вот посмотреть в Лос-Анджелесе? Посоветуйте, Паш. Вот куда сходить, чтобы время не терять на всякие путеводители? Тебе зачем? Загранпаспорта нету. А я вот, может быть, возьму и сделаю. Ну, потратьте на него время, Павел. Не знаю, что вам интересно в первую очередь. Ну, конечно, это Венис-Бич, наверное. Пляж Венис. Самое такое злачное место, где все сумасшедшие люди города собираются, мне кажется. Вот это ему туда. Это да. В таком случае, там можно покататься на велосипеде и просто пройтись. Вот ту фотографию, что вы показывали, я сделал как раз там. Нет, даже, знаете, не надо велосипеда, Серега, просто так пройдись, как будто ты на велосипеде. И тебя за своего... Да, да, да. Как ты обычно ходишь. В принципе, в следующий раз тебя уже будут туда пускать и без паспорта, и без визы. Просто будут сразу на границе качать. А-а-а, Рябухин, это к нам, это к нам. А к нам сегодня приходил Павел Артемьев. Огромное вам спасибо. Вы же сегодня к нам и прилетите. Так что можно сказать, до сегодня. Погода ледная. Паша. Всего доброго. Спасибо вам. Мы на 19 минут расстаемся с вами, уважаемые зрители.